здравствуйте зрители моего канала и сегодня я хочу вот такое вот небольшое видео сделать показать вот такие заставные доски еще они называются диафрагмы но если вот это сделано из фанеры и и в принципе лучше называть диафрагмой то вот это вот настоящая заставная доска видите сделана из дерева вот это вот у меня было она мне досталось вместе с первыми ульями какие я купил и вот это вот мне отдала моя соседка валентина андреевна это вот древняя заставная доска и была она мягко сказать не очень хорошем состоянии много лет провалялась на чердаке и что же я сделал я вам уже показывал в одном из видео как я ремонтирую улей с помощью битума и снаружи и внутри поэтому кто не видел посмотрите а теперь я вот хочу сказать что с помощью битумной мастики можно и не только битумной мастики а в принципе и даже и кускового битума кое-где это если будут какие-то нужно устранить чели и сколы так вот я их эти обои диафрагмы я их просто взял и покрыл битумной мастикой вот это вот диафрагма она вот фанерная как я вам уже рассказывал я его покрыл с двух сторон с этой стороны вот у этой диафрагмы я еще не успел это сделать только покрыл с одной стороны но покрою и здесь то есть сначала обжигаете паяльной лампой но здесь кстати уже вот я паяльной лампой прошелся чтобы устранить там вдруг какие-то бактерии там плесень и прочее и вот потом битуме не зируете поверхность вот этой покрываете битумной мастикой для чего это надо таким образом вы продлеваете жизни вот этому пчела пчела инвентарю вот все-таки как никак а это очень ну нужная для пчеловода вещь и согласитесь что вот так вот ну сходу там раз и там делать себе новые это не так то просто тем более в большом количестве тем более у пчеловода всегда времени не хватает много других забот поэтому старые надо беречь вот содержать хорошем состоянии вот они имеют свойства тоже там и коробиться от влаги и прочее вот вы покроете так они уже коробиться не будут и наконец сразу переходим к вопросу как это воспримен воспримут пчелы великолепно они это воспримут они абсолютно не боятся битвы тума я уже вот в том ролике где говорил при ремонт битумом я вам рассказывал что у меня рой в этом году сел именно в тот улей который я внутренние стенки покрыл битумной мастикой рой выбрал именно его и сел в не в этот улей и они прекрасно по вот таким покрытым битумной мастикой поверхностям передвигаются еще раз повторяю что в самом улье пчелы не живут на стенках не живут на дне они живут непосредственно на рамках а конкретнее на сотах и они ходят по стенкам ходят по дну только для того чтобы перемещаться с рамок вне улья и наоборот извне улья на рамки и там носят нектар носят естественно пыльцу носят воду и там выносит ссор и так далее вот и поэтому если кто говорит что они эти поверхности боятся это неправда пчелы очень хорошо относятся к этому покрытию по нему свободно передвигаются абсолютно его не никак там не игнорируют и еще то есть срок службы вещей таких увеличивается потому что они уже не так гниют они не так мир не разбух не разбухают не намокают гни гниение там всякая плесень на них так не садится их удобно дезинфицировать потому что достаточно просто влажные какой-то тряпочкой с антисептиком протереть если там вдруг какая-то эпидемия у кого-то пошла не дай бог или еще какие-то проблемы вот если там и поношены там вот и напоследок еще скажу что пчелы очень любят темные поверхности при зимовке и конечно на зиму надо ставить там утепленные диафрагмы и у меня тоже есть видео как их делать из пеноплекса возьмите найдите посмотрите очень рекомендую полезно для пчеловодов но вот такие вот их можно использовать с весны их можно использовать и летом и вот до такой поздней осени до того момент пока вот вы на зиму гнезда уже не начали формировать и пчелам нравится то что они вот такие поставленные черная поверхность она вот теплая зим вот им весной это очень понравится им понравится это осенью ну а летом просто тут тоже от жары не будет у них от этой поверхности не не бойтесь и летом тоже можно их оставлять ничего страшного нет и вот если вы будете вот так заботиться об инвентаре покрывать его той же битумной мастикой обжигать его паяльной лампой то он вам и будет служить гораздо дольше а в следующем видео я демонстративно починю две такие вот заставные доски которые мне тоже отдала соседка они повреждены я просто покажу что не обязательно вот то что поломано не обязательно выбрасывать а то что можно просто взять и приложить усилия починить это и она будет еще служить и служить и будет не хуже чем новое ну а на этом я прощаюсь надеюсь что как бы вот мой опыт в битум в применении битума в пчеловодстве он будет интересен и полезен для других пчеловодов подписывайтесь на канал а здесь вас будет ждать чем множество других интересных сюжетов а на этом я прощаюсь до свидания